Друзья, продолжаем работать. На моем заднем фоне уже прокачано МТЗ. Здесь у нас установлен дозатор, руль крутится пальчиком. Установили кондиционер, установили новые воздуховоды для кондиционера. Об этом вы узнаете все в серии. Ну а сейчас трактор уже готов. Сразу лайкос ему, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. И подписывайтесь на телеграм, потому что там очень много интересного. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас немного пробежимся по комплектации. Это у нас сам бачок. Здесь уже будет стоять фильтр. Фильтр, кстати, обычный, вазовский. Очень удобно, в любом магазине можно купить. Это у нас сам дозатор. Дозатор салио. Это 160-й. Получается, он чуть помощнее. Это идет под трактор с куном. Мы берем с запасом. Два рычага. Этот рычаг у нас уже под цилиндр. А этот просто на тягу. Сама тяга. Такая вот она мощная. Комплект шлангов. Пальцы. Сам цилиндр. Такой черненький. Ну и комплект штуцеров. По поводу болтов. Болты мы покупали отдельно. Это все индивидуально. Каждый берет под свою технику, чтобы поставить. Это у нас площадка под цилиндр. Она у нас установлена на трех болтах. Болты здесь 16-е. Прокалка 5,8. Обычные болты, которые в магазине. Единственное, что у них резьба не полностью. А здесь вот эта часть без резьбы. То есть они становятся очень плотно. И перед установкой мы почистили резьбу. Почистили, смазали. И все стало как плитое. Ну а теперь самая главная задача. Произвести демонтаж рулевой колонки. Ее снять. И уже на ее место ставится сам бачок с дозатором. И еще из проблемных мест это тяги. Ведь придется снимать колеса для этого. Ну это из мелочей. По шлангам все штатное. Все подходит. Дозатор мы заказывали в компании Котман. Они сейчас начали заниматься запчастями. Помимо дозатора сейчас еще покажу одну плюшку, которую мы купили для кондиционера. Кстати, по поводу кондиционера. Мы уже его распаковали. У нас кондиционер от компании Террафрига. Ну это хорошая компания по производству холодильного оборудования. Не только кондиционер. Есть и для овощих хранилищ. Для всего. У нас, кстати, для МТЗ 82. Тепло-холод. В чем плюс? То, что можно и печечку подключить, и кондиционер сам холод будет дать. В комплекте идут все шланги. Вся проводка, крепеж. Также есть версии под 12-24 вольта. Ну, кому какая нужна. Кронштейны. Это под сам компрессор кондиционера. Сейчас будем устанавливать. И это сам, получается, испаритель. Блок внутренний. Сейчас я вам покажу наружный. Это вот компрессор. Так у нас выглядит наружный блок. Здесь радиатор, вентилятор. Это вот мы, кстати, купили у Котмана. Это специально для того, чтобы сделать нормальное направление. Потому что заводские МТЗовские воздуховоды – это лажа. А это вот более-менее такая модернизированная версия. Попробуем, поставим. Скажу свой отзыв в дальнейшем. Ссылочки на все эти компании я оставлю в описании. Заходите. Там даже скидочки будут к моему промо-коду. Если кому интересно. У нас продолжается разборка. Сейчас сняли блок радиаторов. Пытаемся вытащить колонку. Ну, радиаторы сняли для удобства извлечения колонки. Потому что сошку мы так сбить не смогли. Будем снимать вместе с тягами пробовать. Но если не пойдет, то тут хотя бы уже можно ударить нормально. Также у нас стоят уже сошки рулевые. Стали на штатные места. Пришлось снимать колеса. Это стандартное явление для замены. Единственное, здесь вот нужно будет кронштейн под крыло. Чтобы он ставился сюда. На заводское место не получается поставить. Ну, а так все остановится. Все четко. И плюс, с учетом, что мы сняли радиатор. Сразу поменяем шкив. Шкив у нас уже здесь. Это уже под кондиционер шкив. У нас старый МТЗ не было ничего. Пришлось покупать все отдельно. Крыло, кронштейн там надо будет. Сейчас как раз кронштейн сразу сюда ставим под компрессор. Ну и колонку. Сейчас ждем народ. Потому что вдвоем мы ее не вытащим. Тяжелое. Моей радости нет предела. Оказывается, чтобы переделать, поставить дозатор, нужно еще кронштейн крыла. И оказывается, он есть в наличии. Было два штуки, вот один забрал. Первый запуск без камеры не увенчался успехом. Короче, были неполадки небольшие. Получается, у нас из-за того, что заводская рулевая колонка, она намного толще, пришлось подложить шайбу. Изначально этого не заметили, но все мы люди ошибаемся. Когда начал крутить руль, он цеплялся за радиатор. И у нас ничего не получалось. Сейчас повторный запуск и попробуем, как он будет уже работать. Замечусь за пыль в кабине, трактор на ремонте, особо некогда этим заниматься. Вот смотрите, рулевой люк. То есть, ну, процентов 8, даже, наверное, меньше. Вот. Крутится, короче, одним пальцем. Ну, получается, теперь он стал, как им все-таки, там, 15-23, 10-25. Ну, единственное, насос, по мне, так насос уже староват. Надо поменять еще гидравлический насос, тогда будет вообще бомба. Ну, и при этом легко, очень легко. На скорости будет вообще элементарно. Теперь можно смело ставить лентяй год. Закончили мы монтаж кондиционера. К сожалению, полностью процесс монтажа снять не получилось. Я вам сейчас расскажу подробно, как мы это делали и какие трудности были. Начнем, в первую очередь, с компрессора. Здесь были трудности по установке самого кронштейна. Ну, это мелочи, потому что, ну, когда заказываете кондиционер, вам нужно посмотреть, какая у вас здесь крышка. Есть нового образца, есть старого. Вот у нас старого образца. На нашем тракторе 10-25 там уже нового образца. Вот этот кронштейн туда подходит. Здесь пришлось подложить такие гаечки. Но он выровнялся и стал нормально. Сразу ремень натянули и поставили. Шланги у нас идут вот два, чтобы удобно можно было заправлять. И пошли они в кабину. Сейчас я вам покажу, как мы их завели. Дальше они у нас проходят вот здесь. Можно было пустить по кабине, но здесь труба, и мы решили так не делать. И вот они здесь вот потом аккуратно все это заделается. Вот здесь они будут, получается, идти. Ну, получается, будут вот так. И пошли вверх. Сейчас покажу, как там. Вообще, из минусов установки на старых МТЗ, потому что везде грязь, вот эта пыль, все это надо вычищать, вымывать. Но в любом случае поставить можно. Здесь у нас уже установлен внутренний блок. Его мы поставили на заводские крепления. У нас, получается, можно было поставить либо на вот это отверстие, либо на это. Но я сделал здесь, ну, чтобы было более массивно. И вот здесь у нас крепление. Крепил просто на кровельные саморезы. Это самый быстрый и эффективный способ. Вот они у нас здесь вводы. То есть это трассы кондиционера. И также у нас здесь уже подключен слив. Здесь у нас входят шланги. Вот. И пошли сюда. Один шланг сюда заходит. И другие шланги уходят вверх. Сразу скажу, что не было другого герметика, поэтому использовали красный. Но я вам больше покажу. Здесь у нас с проводкой вообще проблем никаких нет. Это я открывал корпус реле. Короче, не могли запустить его. Вот он, получается, у нас здесь крутилочку включаем. Он, получается, внутренний блок запускается. Но не запускается компрессор и кондиционер. Позвонил, получается, в саму компанию. И мне сказали, что тут стоит защита. Защита от утечки фреона. Ну, чтобы он не включился и ничего не вышло из строя. Там компрессор, кондиционер. Поэтому пока фреона нет, мы его запустить не сможем. То есть, ну, как он... Реле вот я зажимаю. Принудительно он запускается. То есть и вентилятор, и сам компрессор. Все у нас подключено правильно. Так, у нас, получается, здесь вот шланги. Это идут шланги на печку. Они идут, кстати, полностью в комплекте. Шланг идет. И хомуты, все вот эти трубки, все идет в комплекте. Потому что, ну, заводские, они не хватают. И пришлось чуть-чуть надставить. Здесь у нас трасса конденсата. Ее я еще не вывел пока. И еще из минусов отмечу то, что на старых МТЗ уже проводочка слабая. И поэтому пришлось сделать вот так. Мы кинем новый кабель. И на него 30 сантиметров от аккумулятора поставим предохранитель. И все, будет четко. Здесь я, кстати, вырезал уже под дефлекторы. Все становится очень хорошо. Но это я вам покажу уже позже. Остается нам все эти жгуты подсобрать в кучу. Ну, потому что они как-то болтаются некрасиво. А, кстати, по поводу этого вот здесь вот мы вырезали и поставили саму эту штуку для регулировки. Ну, чуть-чуть неровно получилось, но там можно чуть поправить еще будет. Я ее еще не крепил. Сейчас посмотрим верхний блок. Вот эти, кстати, штекеры я отсоединил. Это вот подключение вот этого датчика, который отвечает за безопасность, чтобы компрессор без давления не запустился. Здесь у нас все протянуто. Самое главное, внимание обращаю, то, что трубки надо протягивать очень хорошо. Иначе будет уходить фреон. А это огромный минус. Крышечка у нас встанет. Сделал я, что воздух будет спереди. Кто-то разворачивает его наоборот. Ну, мне показалось так лучше, потому что удобнее заводить трассы. Внизу у нас вот так вот сделано. Тоже все прогермитосено. Все эти шайбы, здесь шайбы идут большие. Я их тоже прогермитосил, потому что, ну, чтобы не было лишней влаги в кабине, это нам не нужно. Здесь у нас вот электрика, все проходит аккуратненько и четенько. Остается только заправить, и можно будет выезжать. Работает все как в часике. Уже работаем в поле. С рулежкой вообще проблем нет. Кондиционер работает. Единственное, нам нужно вот закрыть вот эти все места. Но это уже в процессе. Сейчас стоит наполовину, на первое положение. Можно даже чуть уменьшить. Вам это прохладно становится. А вот духоводы направлены в эту сторону, в эту и чуть-чуть на меня. Вообще идеальный вариант. Это еще при условии, что он не тонирован полностью. Я уже сделал первый выезд на этом тракторе. Мы опрыскивали. В принципе, результатом я доволен. Все четко. Есть небольшие недоработки. Ну, недоделки, точнее. Остается затонировать до конца его. Ну, и где-то какие-то косички мелкие там. Проложить поаккуратнее шланги, и будет вообще огонь. Кондиционер дует безупречно. В кабине наполовину уже холодно. Кому интересно, все ссылочки я оставлю в описании. Заходите, заказывайте, покупайте товары реально годные. Ну, а вам спасибо за просмотр. Не забудьте лайк этому ролику. Всем удачи и пока. Продолжение следует...